На неделе не все могут, поэтому я решил вот сегодня на выходных так где-то размотаться конкретно. Виш-листа на самом деле нету, но просто, я не знаю, я как правило вообще не скрываю все чем я занимаюсь, то чем, ну, что мне нравится и как-то поэтому никто из ребят толком не составило трудности ни у кого найти подарок, поэтому, но я как-то не очень люблю на самом деле виш-листы эти все. Как-то мне всегда кажется, что, блин, а если человек хотел мне, ну, именно от себя что-то подарить такое свойское, и это бы с ним как-то характеризовалось, а тут у меня виш-лист, где я там гитара или футболка, еще что-то. Короче, я не очень люблю такие темы, поэтому. Блин, на самом деле еще ничего не распаковывал, много вещей всяких разных, вот, я еще не смотрел, я думаю, что я какой-нибудь отдельный мини-видосик или в историю вся в инстаграме запулю, как я распаковываю подарки, вот он, один из главных подарков. Так сказать. Вот, в общем-то, короче, еще пока не распаковывал, скоро буду, вот, так что, если что, следите в инстаграмчике. На самом деле я, как и на протяжении всего своего пути, чувствую, что я еще только в самом начале, то есть каждый раз я, вставая на новую ступень, понимаю, что ступеней, ну, стало еще больше, я, по сути, где-то, ну, стал лучше относительно какого-то промежутка времени, но относительно моих целей и задач я, как бы, ну, они все более становятся обширными, какими-то массовыми и такими прям, ну, великими, что ли, что я... Короче, я постоянно чувствую себя в начале пути, мне кажется, что все опять только начинается. Вроде я чего-то достиг, и я такой, ну, блин, это начало чего-то другого, типа, вот, и, в общем-то, не знаю, мне кажется, что я очень хороший путь уже прошел, многое уже позади, вот, но все-таки я думаю, что я еще в самом начале, со всеми вообще на коннекте, все у нас кайфово, поэтому слухи все неправда, это все ложь и провокация, так сказать. Поэтому все мы агрессивные альфа-самцы в одном, так сказать, объединении, и нужно как-то уживаться постепенно, но ничего такого прям серьезного, то есть мы как бы так же все, семья, и многие вообще ребята здесь, кто-то не смог просто либо по болезни, либо из-за отсутствия, вот. Но мне жалко, короче, музыка, которая осталась невыпущенной, мне всегда хочется, чтобы зрители, ну, ну, короче, сполна вкусили весь мой образ, посыл, и поэтому старое творчество, которое не вошло на какие-то релизы, достойно отдельного внимания. И вот я решил создать сборник треков, который называется МОД, и вот туда я потихонечку раскидываю треки свои, то есть Мойот Олд Демос, вот, сокращенно МОД, поэтому я уже выпустил там восьмую или девятую часть, не помню уже, вот. В общем-то, я решил так вот собирать старые треки и выкладывать их для того, чтобы люди, как бы, понимали, что вообще происходило-то. Конкретно можно выстроить примерно по этим трекам, ну, где какого года песни, где меня волновало что-то одно, другое. Скоро очень много нового, могу заанонсить уже заранее альбом Scum of the Po 2 с Сими, вот. Также концептуальный альбом, большая любовная история от меня лично, лирические песни, мелодичные, большой релизик, вот. Ну и, собственно, моя всегда офигенно работающая тактика дропа и пишек, заправка кит, какие-то еще возможные пишки будут, вот. Также это альбом Soulji Buda, вот, никак не можем доделать, но хочется качества достичь, чтобы это было на уровне. Я уверен, что много разных фитов, много совместных работ, поэтому обязательно слушайте, и будет вам, прибудет с вами сила, так сказать. Я ездил отдыхать в Таиланд, вот, буквально недавно, и мне написал Леха Гуф, типа, такой, йоу, ты что тут, давай встретимся, что, кого? Ну и вот, мы встретились, вообще, познакомились, очень классно, вообще, посидели, сблизились, и такие, типа, что у меня, я говорю, у меня тут оборудование, давай что-то это, накатаем. Он такой, блин, так-то можно. Ну и все, и, собственно, мы что-то раз-раз сварганили трючок, а потом решили еще и клипосик, пока виды классные вокруг, пальмочки, тепло, можно в летних вещах. Вот сделали еще и клипосик, так что ждите, скоро он выйдет, я пока не знаю еще когда, но я думаю, что очень скоро. Что можешь сказать по поводу моего дня рождения? Что он самый лучший. Кто? Ты и день рождения. Нет, только день рождения. Я подарила курточку, какую? Монклер и коллаб там с какой-то, с Пал Мэнджелс, вообще лютый какой-то. И еще мы поедем на фестиваль, или как это называется, в Португалию, где выступают артисты зарубежные. Вот, а еще я подарила альбом с детскими фотографиями. Да, да, ну вот самый главный подарок-то, естественно. Я вообще на самом деле против как таковой вообще большой какой-то пышной свадьбы, вот, но, да не знаю, как судьба покажет, так сказать. Я больше такой в моменте, люблю жить, не люблю строить планы на будущее, всякое бывает в жизни, вот. Но пока вместе, так сказать, пока вместе, пока рядом.